Всем привет! Я вас приветствую на своем канале Антонио под шубой. Мы снова на даче, а следовательно мы снова будем готовить на мангале. Сегодня мы приготовим два вида шашлыка с двумя самыми популярными маринадами, которые у нас есть на свете, а именно на кефире и на газировке. В принципе, добавить здесь особо больше нечего, поэтому давайте приступать к готовке. Поехали! Итак, у нас в качестве мяса свиная шея, она у нас с жирком, следовательно, она у нас будет сочной. Раскрываем мясо и будем нарезать его на небольшие куски. Лишний жир мы можем срезать, но жир лучше оставлять. Куски мы нарезаем небольшие, чтобы мясо у нас быстро приготовилось. Достаточно будет где-то вот, может быть, с мячик для пинг-понга. Раскидываем шашлык, будущий наш мясо наше, в две небольшие миски. Чтобы замариновать двумя разными способами. Если вот у нас очень большой кусок жира, то, я думаю, его мы отдадим собакам. Давно хотел попробовать, недавно сделал оба варианта. Хочу теперь по факту сравнить, какое все-таки нежнее получается мясо. Благодаря какому маринаду будет более вкусно. Естественно, жарить тоже будем на разных шампурах, чтобы мы могли впоследствии определить, что будет лучше. Когда мясо нарезано, приступаем к нарезке лука. Лук мы должны, естественно, очистить от шелухи. И дальше, без изгалений, скажем так, берем, снимаем верхний слой. И нарезаем произвольными полукольцами. Лук мы все равно не будем жарить, естественно, потому что он подгорает. Нам важно, чтобы лук отдал свой сок. Для этого мы, перед тем, как его класть в миску, немножко поломаем. Благодаря этому из него начнет выделяться сок, как я сказал ранее. И мясо сильнее размягчится. Просто берем и разламываем. Можно также посыпать лук солью. И он еще даже больше даст сока. Лук добавляем в равных пропорциях в две миски. Все, когда у нас все нарезано, приступаем к маринованию. Значит, берем кефир. У меня это 2,5%. И заливаем полностью наш шашлык. Важно, чтобы у нас мясо было полностью погружено в наш кефир. Ну, вот обычно, как обычно. Не обкекаться нельзя. Нужно теперь нести салфетки. Куда же мы без этого? Далее. Берем сухую аджику. Купил ее в Сочи. Ну, она продается, на самом деле, и на обычных рынках. И где-то пару-тройку щепоток отправляем к нашему первому шашлыку с кефиром. Далее. Берем томатную пасту. Очень классная тема. Томаты очень сильно размягчают мясо. Поэтому добавляем туда полбанки. У меня здесь 270 грамм. Ну, значит, около 130 грамм. Отправляем в миску. Далее. Берем свежемолотый перец. Делаем. Берем и перчим. Перец дает аромат. И далее берем обычную соль. И хорошенечко так солим. В принципе, все. Наш маринад первый готов. Для шашлыка нам остается только его перемешать. Но это мы сейчас, чтобы руки не грязнить, сейчас чуть-чуть попозже к нему вернемся. Далее. Второй маринад. Для него мы берем газировку. Также заливаем наше мясо. Здесь мы оставляем небольшое, немножко пространство над мясом, чтобы у нас еще был соевый соус. Соевый соус здесь у нас служит в качестве соли. Также обильно заливаем. Потому что вода все-таки у нас чуть-чуть соль уберет. Далее свежемолотый перец и томатная паста. Томатная паста также здесь послужит дополнительным размягчителем. Все. И начинаем замешивать оба наших маринада. Так. Первый отставляем в стороночку и начинаем замешивать второй. Можно все это делать руками. Это даже быстрее и лучше. Для видео я сделаю все с помощью ложечки. Когда мы замариновали наш шашлык, отставляем его в сторонку. Не обязательно в холодильник. Даже лучше просто поставить куда-нибудь на стол. Минимум на 4-5 часов. Если температура большая на улице, то, конечно, убирайте в холодильник. Но сегодня прохладно, поэтому я уберу. Просто его поставлю на столе. Следовательно, минимум 4-5 часов. И шашлык будет отлично промаринован. Будет нежнейшим. Просто меньше. Он не успеет промариноваться. Если вы сделаете это за 12 часов до, то есть с вечера поставите и сделаете на утро, но у вас шашлык будет таять. Поэтому отставляем в сторонку. Обязательно, кстати, накрыть. И встретимся через 4-5 часов, а для вас через несколько секунд. Итак, для вас прошло несколько секунд, а для меня прошло 6 часов. Я уже заранее нанизал мясо на шампура. У меня получилось по 2 шампура. Угли у нас отличные. Они у нас покрылись пеплом. Жар просто прекрасный. Следовательно, можно выкладывать наше мясо на мангал. Итак, жарим мы наше мясо примерно плюс-минус 15-20 минут. Постоянно переворачиваем. Ну и жарим, естественно, до готовности. Если вы не уверены в готовности мяса, то просто аккуратненько его надрезаем. Естественно, никакая сочность из мяса не уйдет. Потому что, надрезав один кусочек, все остальное мясо суши не станет. Поэтому жарим примерно 15-20 минут. Готовый шашлык выкладываем в миску с лавашом. И можно подавать к столу. Самое главное, не перепутать шашлык. Пробуем шашлык на кефире. Заранее приготовленные перёжки. Очень нежно, очень вкусно. Так, и давайте попробуем. Шашлык, приготовленный на минералке. Вы знаете, скажу честно, на кефире чуть-чуть понежнее. Так, обязательно нужно салатика, который мы сделали заранее. Он у нас... Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Здесь огурцы, помидоры и лук. И хотелось бы сказать, всё на булочке с кунжутом. Но нет, они с наршабадом. С наршарабом, извиняюсь. От вкуса. Ну, честно, скажу то, что шашлык на кефире более нежный. И более даже интересный по вкусу. Наверное, в конце добавить-то особо нечего, только одно. Готовьте всегда с душой. Если вы готовите с душой, то все ваши блюда будут получаться. Ну, а с вами был Антоний Абадшубов. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, но делитесь ссылкой с друзьями. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok